Пляжные баталии обещают быть зрелищными. В чемпионате России по пляжному футболу участвуют 8 лучших команд страны. И только 4 из них попадут в суперфинал. Счастливчики определятся на самарском песке. Яркое солнце – непременный атрибут пляжного футбола, пока не выходит из-за туч. Впрочем, спортсменов это не пугает. Солнца пока нет, оно выйдет, но на поле, обещаю, будет жарко в каждом матче. Пляжный футбол, каждый раз приходят на стадион, они остаются надолго, точнее, навсегда, потому что это интересно, это зрелищно. Будет много голов, надеюсь, не мои ворота, конечно. Пробить ворота Бухлицкого – задача не из легких. Голкипер сборной России и московского локомотива в прошлом году назван лучшим игроком страны. Хотя у москвичей так мало поводов для волнений. Путевку в суперфинал они себе уже обеспечили, как и питерский «Кристалл». Замыкают тройку лидеров самарские крылья советов. Им-то и придется попотеть. В середине турнирной таблицы примерно равные соперники. Конкуренцию самарцам составят московская «Динамо» и новосибирский «Джокер». Пожалуй, в этих матчах и решится судьба путевок в суперфинал. Пляжные виды спорта в Самарской области настолько динамично развиваются и настолько много людей сейчас вовлечены, что это мероприятие будет еще один из важных элементов вовлечения занятий, в том числе и пляжным футболом. Для самарских пляжников планируют построить спорткомплекс, чтобы они могли тренироваться не только летом. Это будет универсальный спортивный комплекс для пляжных видов спорта в целом. Это и пляжный теннис, и пляжный волейбол. Уже существует проект этого спортивного комплекса. Сейчас мы определяемся с местом его расположения. А пока показывать мастерство спортсмены будут на стадионе на первомайском спуске. Матчи стартуют в четверг, 27 августа, и продлятся до воскресенья. Для всех зрителей вход бесплатный. Валерия Макарова, Станислав Левин, Максим Гусев. События.